В деревне Оксинино возле мемориала «Рубеж обороны 1941 года» собрались руководители сразу трех муниципалитетов – Одинцовского и Русского округов и Власихи. Встречу решили провести на этом месте не случайно. Именно здесь, на Звенегородском направлении, зимой 1941 года, немецкие войска потерпели свое первое крупное поражение. В следующем году к нашему эстафете присоединятся и другие территории, возможно, не только Подмосковье, но и нашей страны, потому что одним из ключевых мероприятий – это как раз выезд наших ветеранов, наших общественников, всех, кто задействован в этой акции, в этой эстафете, выезд в города-герои. Руководители муниципалитетов подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Я уверен, что это только мы в начале пути. Я думаю, что спустя год, не один, эта территория будет расширяться. Очень знаково, что это происходит здесь, сегодня на Одинцовской земле, потому что и Одинцовская земля, и Русская земля, и Можайский район, и Волоколамск – это первые территории, которые приняли наступление врага на территории Московской области. И, как правильно мои коллеги уже сказали, именно здесь решилась судьба той Великой войны. Именно здесь русский народ показал, чего он стоит. Сегодняшнее событие – подписание соглашения о совместном проведении патриотической акции «Салют Победе» между тремя муниципалитетами Московской области. Это пример того, как память о Великой Победе может объединять людей и территории. Я хочу лично поблагодарить Андрея Робертовича вас, главу городского округа Одинцова, за возможность присоединиться к патриотическому марафону и провести его на власти. Каждая эстафета «Салют Победе» посвящена важным событиям Великой Отечественной войны. В этом году памятные мероприятия призваны напомнить о подвиге защитников города-героя Севастополя. В этом году будет знамя Победы, которое было водружено над Рейстагом. Это копия винтовки, снайперской винтовки, в том числе такой винтовкой пользовалась известная снайпер Нина Павлюченко. И ящик для мин, который тоже сыграл свою роль во время защиты Севастополя. Шестая эстафета «Салют Победе» в этом году будет проходить на территории сразу трех муниципалитетов. Встречи с ветеранами, концерты, митинги, конкурсы, фестивали, спортивные состязания. Принять участие в каждом мероприятии смогут жители не только Одинцовского округа, но и Рузы и Власихи.